Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудрого Ронцова. Сегодня 9 января и хочу поделиться с вами моими осознаниями за сегодняшний день. Мои осознания обычно навеяны чем-то, либо какими-то событиями в моём дне, либо чем-то, что я услышала, прослушивая какие-то лекции, видео, или кто-то что-то сказал, или какими-то размышлениями со вчерашнего дня, осознаниями, какими-то мыслями, переосмыслением ситуации или чего-то такого. Сегодня, например, я смотрела небольшой видеоролик с названием «Куда приводят грехи?» и некоторые мысли у меня возникли в голове. В общем, делюсь с вами тем, что мне пришло в голову сегодня. Первое — это то, что надо без страха, абсолютно смело взглянуть правде в глаза. Я лично за собой замечаю тенденцию, когда если что-то, что может быть некрасивым, может не понравиться моему взгляду, быть мне неугодным, я имею тенденцию на это закрывать глаза и этого не замечать. И сегодня мне пришла мысль о том, что это неверно, и что когда ты делаешь вид, что чего-то нет, это не значит, что этого нет. И если легче намного сделать вид, что ответственности за твои поступки не будет, но никто ответственность при этом не убирал, правда, она остаётся правдой. То, что ты выбираешь её не увидеть, не заметить, то это ни к чему хорошему не приведёт. Зная правду, как минимум, ты можешь скорректировать какие-то свои действия. Но делать гадости и думать, что ничего за это тебе не будет, потому что ты не знал, какая за это ответственность, ну, это неправильно. На таком примере я сегодня для себя ещё раз повторила, что надо смело смотреть в правде в глаза. Далее, такой очень интересный момент сегодня услышала, что благочестивого человека можно узнать по трём вещам. Это финансовому состоянию, состоянию его здоровья и отношениям его жизни. И, по сути, до тех пор, пока хотя бы одна из этих сфер как бы хромает, значит, человеку есть над чем работать. Конечно же, я это в первую очередь примерила на себя и понимаю, что если в финансовой сфере плюс-минус ок, со здоровьем плюс-минус хорошо, то вот в сфере отношений мне есть над чем работать. То есть, в частности, говорили о том, что если есть хоть какой-то конфликт, это значит, что вам есть над чем работать. И для меня это такое мерило, которое мне бы для себя хотелось бы запомнить. Классно и здорово, когда ты видишь, замечаешь пятнышки в своём сердце, грязь в своём сердце и понимаешь, над чем тебе работать. Намного хуже, когда ты не видишь и не понимаешь, над чем тебе работать. То есть, то, что иногда меня может утручать, я вижу, что вот здесь я там не такая, вот здесь я не идеальная. И меня это, ну, бывает, расстраивает, что я не такая принцесса, как хочу себе казаться, какой хочу себе казаться. Но сегодня я вот ещё раз поняла, что классно, что я это вижу, и что я вижу, над чем мне надо работать. Было бы намного хуже, если бы было всё наоборот. И последнее за сегодня — это речь идёт о процессе, что процесс важнее результата. В очередной раз я сегодня услышала какие-то вещи, подтверждающие это. Сегодня, вчера это было. В частности, информация, которую нам даёт Ярослав Мудрого Ранцова на полной практике прощения о том, что счастье — это не конечная точка, а счастье — это процесс, это путешествие, это процесс. Далее то, что вчера из мастер-класса Елены Тарариновой, то, чем я уже делилась с вами, что в женщине важно не конечный результат, не количество дел, которые она сделала, а то состояние, в котором она находилась. Опять-таки речь о процессе. Сегодня услышала, что Бог оценивает не достижение конечного результата, а то усилие, которое ты приложил для достижения этого результата. И для меня это ещё раз говорит о том, что процесс важнее результата. Почему я на это обращаю внимание? Потому что лично я для себя чётко помню момент, когда… вот переломный момент у меня был, когда я для себя решила, что важен не процесс, а важен результат, что процесс — это ерунда, что это всё неправильно, что главное — результат. Если нет результата, то процесс не нужен. Вот у меня был в жизни переломный момент, когда я чётко для себя это решила, и с того момента стала обращать внимание только на результат, но не на процесс. А сейчас меня жизнь возвращает назад и говорит мне, «Нет, девочка, постой, погоди, важен процесс». Поэтому я для себя вот такие вещи подмечаю и обратила на это внимание сегодня. За сегодня это всё. Все мои осознания. Думаю, завтра будет больше, лучше. Поэтому благодарю этот день и Вселенную за то, что послала мне эти осознания. С вами была Маша и полная практика прощения с GreenMindLife и Ярослав Мудр-Воронцов.